В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 6 новых больных. Как разбивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Городская дума, администрации и ядерный центр отчитались о реализации меморандума по сотрудничеству и подготовили проект нового соглашения. Первый чемпионат по скиппингу. В Сарове продолжается проект «Дворовая практика». Далее расскажем обо всем подробно. Россия возобновила авиасообщение с курортами Турции. Что делать, чтобы не привезти COVID-19 домой, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ профессор Михаил Пальцев. По его словам, сейчас ехать отдыхать относительно безопасно, если соблюдать определенные правила. Вероятность заразиться в самолете минимальна, потому что в салоне постоянно происходит обновление воздуха, контролируется социальная дистанция. Основные риски связаны с поведением отдыхающих, потому что на отдыхе люди часто теряют бдительность. На вопрос, стоит ли вообще сейчас куда-то ехать, академик ответил, что риски есть. Но с другой стороны, у людей, которые долгое время находились в условиях карантина, снизился иммунитет. На это повлияло и отсутствие солнечного света и психоэмоциональные факторы. Пребывание на солнце и воздухе, питание с преобладанием свежих продуктов будут полезны, рассказал Михаил Пальцев. В России в красной зоне по уровню распространения коронавируса остается 12 регионов, сообщили в Центре экономических исследований. По данным учреждения, там зафиксирована тенденция к росту числа случаев COVID-19. Речь идет об Орловской, Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Сахалинской и Курганской областях, Удмуртии, Ненецком автономном округе, Крыму, Еврейской автономной области и Алтайском крае. За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 4 870 россиянам. Всего по состоянию на 21 августа в нашей стране подтверждено почти 947 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 761 тысячи человек. Нижегородская область находится в желтой зоне по индексу распространения коронавируса. В регионе ситуация заболеваемости оценивается как удовлетворительная. Однако масочный режим все еще необходимо соблюдать, считает губернатор Глеб Никитин. Одна из его подписчиц в Инстаграм пожаловалась на то, что в Арзамасе, несмотря на все требования, маски не носят и социальную дистанцию никто не соблюдает. По ее словам, люди ходят в магазин с насморком, берут руками продукты. Даже в аптеке фармацевты работают без маски. Согласен, рано расслабились. И не только в Арзамасе, заявил Никитин, отвечая на комментарии. Также губернатор поручил мэру Арзамаса Александру Щелокову усилить информационную работу и организовать ряд проверок, если в этом есть необходимость. По состоянию на 21 августа в Нижегородской области зафиксировано почти 26 тысяч 400 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 127 новых больных. Выздоровели более 23 тысяч 400 человек. Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Сарове. Всего за время эпидемии заболело 1802 саровчанина. Еще 11 человек выздоровели. Из тех, кто продолжает болеть, 21 госпитализированы в клиническую больницу номер 50. 15 из них в состоянии средней степени тяжести. Шесть человек скончались. Проведено 492 исследования. Улучшение в сфере благоустройства, инфраструктуры и образования. Городская дума, администрация и ядерный центр отчитались о проделанной работе в рамках трехстороннего сотрудничества с 2016 по 2020 годы. А также представили планы на следующую пятилетку. Что получилось реализовать и на что следует обратить особое внимание в новой программе, об этом смотрите в следующем репортаже. Итоги работы по меморандуму о сотрудничестве городской думы, администрации и РФИАС ВНЕВ подвели в Сарове. Участники конференции признали совместную работу на протяжении пяти лет удовлетворительной. Многое действительно получилось реализовать, в том числе и в самых актуальных сферах жизни. Образование детей, трудоустройство и обеспечение жильем. 1120 молодых специалистов получил Саров, получил Федеральный ядерный центр. В том числе и из них мне постоянно задавали вопрос, какое количество выпускников в САРТИ. Почти половина. 400 человек. Принцип один. Все эти талантливые и умные наши дети, которые остаются здесь на нашей территории, получают образование, достойные показывают результаты, имеют все условия работы в Российском федеральном ядерном центре. Дополнительно молодые рабочие, в том числе и из ПТУ, 426 человек. Мы предприняли большие усилия в соответствии с теми задачами, которые нам предписывал меморандум, по сокращению количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мы вернули обратно в жилой фонд те жилые помещения, которые использовались как нежилые. Мы сейчас переделаем одно из общежитий в жилой фонд. И вы видите, с 2159 очередь уменьшилась до 1311. Важным для города и его жителей стала реализация планов по улучшению инфраструктуры Сарова. Был построен КПП номер 4. Потом и дорога, которая сократила расстояние до областного центра более чем на 15 километров. Отремонтированы дороги на улицах Академика Харитона, Семашка. В области образования ускоренными темпами идет строительство новой школы на улице Зорге. В связи с развитием микрорайонов номер 21 и 22 необходимость образовательного учреждения там назрела давно. Саровчане заметили позитивные изменения в городе. Много таких улучшений заметно. Та же самая набережная, парк обустраивают. Чистые, все уголки обустраиваются. Все хорошо. Ремонт парка, новый мост и так далее. Ремонт дорог. Да, есть где работать, но в любом случае улучшения есть. Подписанты меморандума говорили и о проблемах, и о планах на будущее. Вопрос медицинского обеспечения стоит в городе остро. Особенно это касается юных саровчан. Все мы ждем реализации, которая началась, новой детской поликлиники. Работа идет по плану. И к концу 21 года должна быть поликлиника введена в строй. Не удалось решить проблему с доступным жильем. Если говорить про улучшение жилищных условий. С одной стороны мы видим очень позитивную динамику. После спада 2016 года мы устойчиво увеличиваем объем вводимого жилья. И здесь вот 2019 года 48,2 тысяч квадратных метров. Что составляет приблизительно 0,5 квадратных метра на жителя города. Мы с вами знаем, что в указе президента о достижении национальных целей к 2030 году стоит показатель 0,8 квадратных метра на человека, на жителя в год. То есть нам на самом деле нужно еще предпринять усилия для того, чтобы количество вводимого жилья увеличилось. Чтобы жилье категории доступное формировалось, чтобы жилье для социально незащищенных категорий граждан представлялось бесплатно. И с этой точки зрения нам понятно движение вперед. Рафиас ВНИЕФ, понимая со своей стороны ответственность за снижение стоимости жилья, пошел на беспрецедентные меры и распространил программу льготного кредитования на рынок вторичного жилья. Эти мероприятия позволили в 2019 году снизить среднюю стоимость жилья до 67 тысяч рублей за квадратный метр. Да, до 40 тысяч не реализовали. А почему? А потому что не начали массовое освоение строительства жилья эконом-класса. Надо честно и ясно сказать, не начали. И надо разобраться, почему не начали. Хотя такие планы были. Возможность повлиять на меморандум и на новую пятилетку есть у каждого соровчанина. Жители города уже сегодня могут внести свои предложения, мысли и идеи в план развития Сорова. Побольше развлечений для детей, чтобы можно было куда-то сходить с детишками, потому что детей много в городе, мамочек много. Улучшать нашу жизнь, делать лучший город, красивее и успехов. В целом много сделано для города, но хочется, конечно, еще больше, чтобы наш город процветал. Валентин Костюков считает, что командор ФИАЦ ФНЕВ сыграла выдающуюся роль в реализации меморандума. Конечно, есть ошибки, но, как показала практика, когда есть большинство, это будет способствовать более устойчивому продвижению в будущее. Без этого нельзя. На это, собственно говоря, и должна быть нацелена новая программа, которая на сегодняшний день представлена здесь, которая должна обсуждаться. Надо находить новые формы, круглые столы, использовать средства массовой информации для их обсуждения, привлекать жителей города для их обсуждения с точки зрения формирования, формирования. И этой задачи нельзя стесняться, квалифицированного большинства Единой России в городской думе. Будет это квалифицированное большинство, будет развитие. Не будет его. С моей точки зрения, жизнь, конечно, будет продолжаться, но темпы будут меньше. Если новая команда в НЕВ получит большинство голосов в Думе на предстоящих выборах, то для каждого из депутатов эта программа станет основой для дальнейшей работы. В рамках проекта «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов» Маяковка проводит творческий онлайн-конкурс «Атомы с будущего». Конкурсантам предлагают сделать рисунок, поделку или фотоколлаж. Тема конкурса – будущее родного города и страны в условиях дальнейшего развития атомной отрасли. Принять в нем участие могут дети в возрасте от 6 лет и взрослые. Подробности на сайте библиотеки имени Маяковского. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серьезная авария произошла днем по дороге к Горавтотрансу. В результате столкновения один из автомобилей улетел в кювет, вторая машина сильно повреждена. На место аварии выехала скорая помощь. Подробнее о причинах аварии и состоянии здоровья пострадавших расскажем в ближайших выпусках новостей. Практически год ожидания. Еще в сентябре 2019 года жители домов на проспекте Музруково в улицах Советской и Казамазова обращались к чиновникам с просьбой сделать пешеходный переход от дворов к 12-й школе. Родители опасались за своих детей, которым приходилось переходить дорогу в опасных местах. Спустя 11 месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Год назад жительница 19-го микрорайона Ольга Харламова обращалась с просьбой в администрацию города, чтобы на перекрестке возле 12-й школы сделали пешеходный переход. Дороги на улицах Музруково и Казамазово узкие. И поток машин здесь идет сразу с трех сторон. Ольга переживает, что с наступлением нового учебного года детям вновь придется перебегать проезжую часть, чтобы попасть в школу вовремя. Пешеходный переход нужен, чтобы организовать в первую очередь, знаете, пешеходов и детей тоже, чтобы не бегали там, где вздумается все-таки. Ну и для организации водителей, чтобы мы друг друга научились уважать. Потому что без пешеходного перехода тяжело, потому что человек переходит дорогу, наверное, там, где ему все-таки вздумается. И вот спустя несколько месяцев администрация приняла решение пешеходному переходу возле школы номер 12 быть. Сейчас ГИБДД согласовывает место, где будут стоять знаки и нарисована разметка. Планируем поставить дорожные знаки, нанести разметку на данном участке, на наиболее узком, который будет обеспечить наибольшую безопасность детей и родителей. Ну, данный вопрос мы еще прорабатываем с ГИБДД. Значит, уточним еще место устройства пешеходного перехода в кратчайшие сроки. Сотрудники Департамента городского хозяйства заверили, что пешеходный переход возле школы номер 12 появится в сентябре. Первый чемпионат по скиппингу прошел в Сарове в рамках проекта «Дворовая практика». Мальчики и девочки соревновались в умении прыгать через скакалку, показывали ловкость, координацию и быстроту реакций. Самым быстрым и сильным участникам достались дипломы от центра внешкольной работы. Подробности далее. На игровой площадке гимназии номер 2 вновь собрались воспитанники центра внешкольной работы. В рамках проекта «Опен-сам» активисты клуба «Здоровье» провели спортивные соревнования по скиппингу. Скиппинг – это прыжки в скакалку. И у каждого участника нашего будет по три попытки проявить себя в прыгании в скакалке. И в итоге мы будем суммировать баллы. И в конце выберем первое, второе, третье места и наградим дипломами. В соревнованиях приняло участие 8 ребят. Первое место заняла Станислава Балашова. Девочка рассказала, что давно и с удовольствием прыгает через скакалку. Этот опыт и помог ей победить. Я просто-просто прыгала, ну как могла. Я хотела всех опередить, и вот у меня получилось. Первое, да, быть приятно. Ну, осознавать это вообще, что ты выиграла первое место, что ты победила. Серебряным призером стал Руслан Ильгузин. Второе место для него почетно. По его словам, скакалка – увлечение девчонок. И мальчику победить в этом спорте очень тяжело. Руслан изначально поставил перед собой цель попасть в тройку лидеров. Если бы я никакое такое предвое место не заняла, то было бы, возможно, обидно. А так как я на втором месте, то это прекрасно. Дворовая площадка работает с понедельника по пятницу с 14 до 17.00. Посетить ее могут дети от 7 до 18 лет. Также дворовые площадки работают на улицах юности Московской, Куйбышева и Казамазова. Более подробную информацию о спортивных мероприятиях центра внешкольной работы можно посмотреть в группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»